Сегодня у памятника освобождения на площади свободы первом плацдарме торжественных мероприятий было традиционно многолюдно. Представители городской и областной вертикали власти, молодежных организаций, ведомственных структур, а также те, кто с особым почтением относится к истории освобождения нашего народа. Все они пришли почти в память героев, погибших в борьбе за свободу. Конечно, самые главные гости на митинге – ветераны, бойцы Красной Армии, партизаны и подпольщики. Ценой невероятных усилий, а порой и самой жизни, они отстояли мирное будущее Белоруссии. И благодаря именно их подвигу, сегодня молодежь живет в свободной и независимой стране. Наша задача сейчас – встретиться с молодежью в школах, в лицеях, в гимназиях и рассказать о тех событиях, которые ты сам пережил. Неважно, где я воевал – на этом фронте, на другом. Но мы сейчас все оказались здесь, в Белоруссии. Как наш президент Александр Лукашенко, то приветствие, которое он прислал всем ветеранам войны, он говорит в этом приветствии, просит, что доказать всем, которые нарушают историю и говорят о том, что победу одержали западники и так далее. Вот мы, ветераны, должны, как он говорит, выполнить эту задачу. Но мы стараемся выполнять эту задачу. Современная молодежь хочет знать свою историю, следить за всеми знаменательными государственными праздниками, стараться разобраться в нынешних политических событиях, которые проходят вокруг нашей страны, и отвести для себя, понять место Республики Беларусь в современном мире. А такие даты, как 3 июля – это одна из важнейших дат в нашей истории. Молодежь ее чтит, помнит и старается принимать участие во всех мероприятиях, которые проводятся в городе. 9 мая, 22 июня, 3 июля – это значимые даты не только для граждан Беларуси. Эти дни со слезами на глазах, опоясанные георгиевской лентой, имеют большое значение для стран всего постсоветского пространства. Особенно это касается России. Это не только праздник белорусов, это праздник сегодня и для россиян. Потому что сегодня Беларусь не только отмечает свой национальный день. Сегодня Беларусь вместе с россиянами отмечает 70-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это наше общее дело, освобождение нашей тогда общей страны от фашистов. Я желаю всем благополучия, светлого мирного неба, чтобы от жизни получали только удовольствие. И, конечно, я хочу, чтобы все белорусы помнили бы тех, кто подарил им это мирное небо над головой, кто предоставил им возможность созидательного труда. Это самое главное. Будет память, будет все нормально. Официальные торжества нашли продолжение на территории мемориала Брестской крепости Герой. Возложение венков, минута молчания, оружейные залпы. Все это воинские почести солдатам, не вернувшимся с полей сражений. Священный ритуал – напоминание мирным жителям о том, что завоеванная победа далась дорогой ценой. Это бесценное достояние, мир в стране и в сердце, каждый из нас обязан сохранить для наших потомков. Самое главное, что мы должны открытыми быть. Открытыми быть и с теми, кто прошел дорогами войны, и с теми, кто потом воссоздавал нашу страну, и с теми, кто сейчас будет заменять всех нас, и ветеранов, и нас, потому что именно я имею в виду уже подрастающее поколение – наши дети, наши внуки. И мы должны им откровенно и показывать, и учить, и воспитывать на том, что есть хорошее выражение, я где-то услышал, что Бог не всесилен в своем, всесилен вроде такой, да, а Бог силен своей правдой. Это очень хорошее, я считаю, слово, потому что и мы должны именно за счет своей правды, за счет того, что мы должны быть открытыми перед всеми, в том числе перед своими детьми. Это как раз, я считаю, самое главное воспитание нашего подрастающего поколения. 3 июля – день рождения страны, и сегодня жителям Синёка-именинницы есть чем гордиться. Полным ходом идет осуществление социальных проектов, развивается сфера сельского хозяйства, расширяются торгово-экономические связи, а главное – Беларусь остается суверенной. Поэтому день рождения страны – повод не только для размышлений, но и для гордости. Самое главное, что этот праздник постараемся всегда, чтобы он был лучше, чтобы и наша экономика, экономика в том числе Брестской области, она развивалась с каждым годом, становилась крепче, чтобы мы закладывали хороший фундамент для того, чтобы и после нас, и десятки-десятки лет еще в течение времени, она развивалась, и наша земля была всегда мирной, и чтобы люди на этой земле жили всегда в мире, согласии и в счастье.